Всем доброго времени суток, товарищи, друзья, господа, леди и джентльмены, любители хороших ужастиков и хороших фигурок. Вашему вниманию представляю обзор фигурки Hero Asha от NECA из замечательного фильма Сэма Рэйми «Зловещие мертвецы» или же Evil Dead в английском произношении. Собственно говоря, блистера от фигурки нет, это не анбоксинг, это обзор, потому что при переезде с квартиры в квартиру блистер был утерян, но зато остались вот эти вот задники от коробки. Или блистер, как правильно его называться. Вот, собственно, вот описание. Здесь еще есть, описываются одержимые Ash, Ash с отрубленной рукой, вот такой вот Ash, Hero Ash, который у нас есть, и также есть Генри Эшто. Ну, здесь, собственно, описывается описание фильма, происходящих событий в нем. Ну что ж, приступим непосредственно к фигурке, начнем, пожалуй, с аксессуаров. В аксессуарах у нас есть голова оленя, одержимая злом. Если помните сцену, когда Ash упал со стула, стул решил присесть на стул, стул сломался, и с него начал ржать весь дом. Вот, была довольно ржачная сцена, и вот этот вот олень реально начал первым ржать с него. Классная сцена, очень ржачная. Не хочу ее вставлять в видео, ничего не буду монтировать, а то еще... Ой, я ж упал. А то еще YouTube забанит. Дальше у него идет в аксессуарах дробовик. И в чем минус? Когда вставляете в руку, будьте аккуратны. Вот этот вот ободок курка, вот он, он очень-очень-очень хрупкий. Сейчас немножко рассмотрим поближе аксессуары. Собственно, вот так выглядит все это гораздо в ближнем ракурсе. Вот видите, этот ободок, он сломан, к сожалению. Вот. Никаких отверстий здесь нет. Такой вот дробовик. Сейчас рассмотрим голову оленя поближе. Вот такие вот у него зубки. Текстура вообще офигенная. Приработанная все отличная. Прорисовано тоже на данном высоком уровне. Так, ну что ж, перейдем непосредственно к рассмотру товарища Эша, который сейчас лежит в сторонке отдыхать. Собственно, вот таким суровым взглядом он орошает наши лица. Ненавистью и презрением. Вот, снизу вверх немножко пройдемся. Так вот, получше будет фокус. Рассмотрим пилу. Пила офигенно тоже проработана. Штиль. Прямо действительно как настоящее. Отлично все сделано, просто шикарно. Сзади у него вот этот вот, забыл, как эта штука называется. Сделано из резины. Ботиночки, естественно, классные тоже сделано. По поводу артикуляции, у него очень много точек артикуляции, около, по-моему, 20. Вот эту вот штуку, я ее дорисовывал красной гелевой ручкой, чтобы добавить больше реализма. Сейчас посмотрим на артикуляцию товарища, и в принципе можно будет заканчивать видосик. То есть, собственно, вот руки двигаются в таком направлении, в таком, в таком локтевом суставе кисти. Все отлично двигается. Башка вверх-вниз немножко. Вбок очень туго идет. На 360 градусов она вряд ли повернется. Ну, кому какое дело. В подвздошной области у него здесь, можете заметить, такой вот. Тоже точка есть артикуляции. Боковая точка артикуляции. В ногах, в бедренной области, в самом бедре. Вот, кстати, вот эта вот туговато она идет. В коленном суставе можно даже на 360 крутануть, но я не стану рискнуть. Не стану рисковать, какое не буду рискнуть. Господи, что я несу. Ботинки. Все классно двигается. Вот такая офигительная фигурка. Настоятельно рекомендую, если вы фанат данной серии фильмов, приобрести себе вот такого вот эша. Он будет вам стоять на полке и радовать глаз. Естественно, не для игры, это не для детей, товарищи. Это для морально-этического удовольствия. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, смотрите другие распаковки, обзоры гиковской всячины. С вами был Hammer Smash. Всем пока.